Слушал и к сведению принял, хотя и знал без нашего прошения, но просьбу в долгий ящик, как в пенал, в чем для просителя сплошнее огорчение. За каждым действием сцепление и звено, и тянется гужом такая свадьба, что почернеем ярким жарким днем несчастьями обложит спереди и сзади. Наставить в молитве на своем не стоит, не полезно, неизвестность, таких жгутов узлов потом совьет, не повернешь на прежнее, хоть тресни. От воли Божией лишь общие черты, известны о спасении конечном. Но в промежутке горечь к нам впритык, от наседающих отбить сейчас-то нечем. Молился царь, и за него страна на всех акафистах, канонах, литургиях, но вместе с ним детишки и жена в епатерском подвале зло погибли. Так где же миллиарды тех молитв, бесчетной борьбы о самодержце? Прицельно станут по нему палить, злодейство сотворит зубовный скрежет. Не о царе, а о молитве речь. Да слышит ли владыка Егова? Он корень царский порешил отсечь, и кто воспрекословит ему хотя бы слово? А если б не молились за царя, никто нигде и сам бы не молился. Выходит, воскуряли ладан зря? Бог сам перевернул последнюю страницу. Суди по вечности, иначе б не спаслись. Все седмерицы слугами внезапно. Да будет в воле Божией вся жизнь. Восток нас ждет. Хотя и шли на запад. 27 марта 2006 года.